Сотни муромлян безуспешно пытаются разобраться в январских платежках за отопление, которые прислал областной единый расчетный центр. В них суммы существенно превышают показания за предыдущие месяцы. Коммунальный ребус решают жители примерно 300 домов, где установлены общедомовые приборы учета тепла. За помощью муромляни обратились к нам. Мы, в свою очередь, попытались разобраться в ситуации и связались с представителями областного расчетного центра и ресурсоснабжающей организации «Владимир Теплогаза». Подробности в сюжете. Увидев квитанцию за январь, проживающая в доме 1, корпус 3 на улице Кленовая, Татьяна Меркутова была удивлена таким заоблачным суммам за отопление. За 52 квадратных метра областной единорасчетный центр насчитал ей более 5000 рублей. Женщина негодует. Говорит, что после новогодних праздников оплатить такой счет нереально. У меня общий платеж по квитанции вообще 8 тысяч составил, а отопление 5200. Я стала смотреть цифры. Тариф не изменился. Стала сверять с квитанцией за предыдущий месяц. Я была удивлена, что мне поставили неизвестный перерасчет и сумма отопления увеличилась в два раза. Решила позвонить в тепловые сети и узнать, почему и что у нас происходит. Меня отослали в Ерец. В Ерец сказали, что непонятная сумма для меня это перерасчет за декабрь месяц. В декабре месяце было свыше указание, мне сказали, чтобы счетчики сняли на неделю раньше, то есть 18 числа. Естественно, мы заплатили, выходят до 18 числа, а с 18 по 31 нам выставили перерасчет. У меня вопрос к руководству. На каком основании они на неделю сдвинули расчет? Я понимаю, год закрывается, у всех год закрывается, но это не значит, что надо поднимать людям нервы, поднимать такую ситуацию, что сейчас весь город стоит на ушах, такие большие платежи пошли. Пенсия одна у людей, 10 тысяч, выжить на нее как-то надо. И зарплаты не настолько великие. И каждый человек рассчитывает свои платежи, сколько он может заплатить и на что рассчитать. В областном единорасчетном центре, который предоставляет квитанции, ситуацию прояснить не удалось. Здравствуйте, это вас с Муромского телевидения беспокоит. Не могли бы пояснить, почему вот не очень корректно выставлены квитанции за тепло в Муроме? Мы работаем с физическими лицами, как бы у нас в Абонентском отделе, какие комментарии? Это там у них была сделана корректировка по индивидуальным приборам учеток. Деплогаз дает, снимает и показания счетчиков. Я вам сейчас телефончик приемный, свяжетесь с генеральным директором, поговорите. Единорасчетная, здравствуйте. Здравствуйте, ваш телефон в Абонентском отделе дали. Хотелось бы переговорить с руководством и уточнить, почему в Муроме за декабрь выставлены некорректные квитанции? 44-45-18, телефончик. Так я и набираю приемную. Как раз этот номер мне вот почему-то опять к вам переключили. Неправильно переключились. Кто и что неправильно переключил, остается загадкой. В сухом остатке реальные показания теплощетчиков за декабрь учтены не были. В декабре месяце жителям было предъявлено по среднемесячным объемам. Платеж, соответственно, был у жителей, который должен был быть по фактическому потреблению. По примерам. Например, улица Кленовая, 1, корпус 3. Была предъявлена в декабре 31 гигакалория на дом. По факту было потреблено по ДПУ 74 гигакалории. Н-25 также было предъявлено 137 последнемесячному потреблению. По факту потреблено жителями домом 214 гигакалорий. Если в разницу увидели в счете жителей, в любом случае все расчеты проведены в точном соответствии с потребленной услугой. Данные по ДПУ нам дают ответственные лица от многоквартирных домов. Мы по нему выставляем. И это еще с учетом того, что там выпали достаточно серьезные холодные дни. Поэтому платеж высок. Управляющие компании, в свою очередь, заявляют, что все данные по показаниям были переданы вовремя. В нашей управляющей компании в 99% домах установлены приборы учета. А расход по показаниям приборов учета и начислений очень легко контролируется. В декабре не были приняты показания приборов учета ресурсоснабжающей организации, которые каждая управляющая компания, в том числе ДУК территория, передает 23 числа в ресурсоснабжающую организацию. Эти показания не были приняты, и начисление ресурсоснабжающей организации произвела по среднемесячным показаниям приборов учета за предыдущий отопительный период. У нас в договоре прописано, что мы показания о ДПУ передаем до 26 числа следующего месяца включительно. Показания в декабре передали за отоплением и 25 декабря. Почему была взята оплата по среднему, для нас остается загадкой. Неразбериха, отразившаяся в платежках, привела к перекосу ежемесячной оплаты. В итоге жителям придется экстренно перекраивать свой семейный бюджет, выделяя дополнительные средства на коммуналку. Вадим Уколов, Юрий Иринчук, Илья Облетов, Александр Симонов. Наши новости.